Он понимает ее смысл целиком, не как набор значений слов, а как целый смысл, понятно? Поэтому каждый раз, когда мы даем задание по принципу «дайте определение слова», мы заставляем мозг сделать работу для него совершенно непривычную, то есть пересмотреть все контексты, в которых он обычно употребляет это слово, сравнить это все с понятием, которое он представляет, и попытаться это описать. И это непростая работа. И эта работа очень индивидуальная. И вот это второй момент, который надо сейчас запоминать. Видимо, мне нужно отвлечься и про опоздание еще немножко поговорить. Я вообще спокойно отношусь к опозданиям, хотя у вас почти полгруппы набираются в последние пять минут. Сегодня я составлю вашу службу по инвестатору диктаментов, то есть у меня будет список группы, и занятия я обычно начинаю с переплички. Я разрешаю всем опоздавшим всегда входить. Считаю, что если человек на 15 минут опоздал, на 45 минут опоздал, это неважно, он пусть послушает, сколько осталось, это полезно. Но овенку, которую я поставлю в начале занятия, я тоже не убираю. И, соответственно, человеку на зачете нужно отчитываться. Если он накопит их сильно много, он просто не будет допущен зачету, даже если он все время просто опоздал. Поэтому я вас прошу так скафинировать время, чтобы вы вот эти пять минут не тратили. Я сам не очень люблю опоздать, но если я опоздаю, вы тоже можете оставить, я потом так заметил. Вот. Ну, соответственно, возвращаемся к идее словаря. И вот вторая мысль, которую нужно сегодня уяснить, что наши личные определения словаря, они очень индивидуальны. У нас сегодня нет времени так, чтобы большой эксперимент провести и всех-всех попросить прочитать. Но вообще, я думаю, того, что мы сейчас почитаем, будет вполне достаточно, чтобы вы поняли, что у нас в аудитории ни одного повторяющегося полностью определения просто нет. Приходилось мне это делать и в аудитории из 80 человек. И всех послушать. Нет повторяющихся определений. Их вообще-то и быть не может. Повторяющимся определением мы считаем так не определения, где все дословно. Это был не очень точный конкурс, потому что дословно не принципиально. А определение, в котором все смысловые блоки полностью идентичны. То есть именно по смысловым блокам. Ну, тем, кто сейчас опоздал, вы потом расскажете дальше. А то я второй раз уже не могу снять. Соответственно, поднимайте. Ну, давайте беру и поднимайте. Читайте свое. А, вот так я раз. Если вам кажется, что у вас точно такое же определение после прочитанного, вы поднимаете руку, и мы слушаем ваше следующее. И сравниваем. Словарь, это книга, по которой можно проверить значение и написание слова, если я не забуду. Ну, все, если я не забуду, это повторите, пойму. Просто это вот, это как раз и есть индивидуальность. Я ведь сейчас не обсуждаю точно, не точно, хорошо, и вовремя человеку дал определение. Узнаваемо, узнаваемо. В целом, если бы нам прочитали первую часть, или, простите, это правая правая часть определения, вы узнали, что это слова? Ну, с некоторой долей вероятности узнали. Почитайте свое. Лингвистическое пособие заключается. Это более обобщенное такое выражение. Лингвистическое, все, вы сразу оттекли конкурентов. Почитай. А вы были, писали? Нет. Писали? Читайте. Очень хорошо. Сборник наверняка повторяет все у многих, слово «правильное» повторяет все у многих, но вот слово «закон» опять неповторимое. Потому что, как человек написал, что слова «либо сборник законов» все уже знали. Это точно только ваше сознание. Если бы вы сказали на этом месте норм, то вполне вероятно, у вас бы нашелся человек, который бы сказал «у меня похожее» или такое же. Почитайте свое. Ну, хорошо. То есть, вот это вот определение, оно такое уже обобщенное. Тут может быть, но опять видна индивидуальность человека и в синтаксисе, потому что вы как-то вот так все построили. И потому что вы в конце так добавили образовавшиеся со временем, и это можно гарантировать, что ни у кого не повторяется. Мы видим, что поднятых рук нет, хотя, конечно, всегда интереснее, когда кто-то в аудитории говорит «у меня такое же». Ну, может, вы пока просто не нашли обобщенного, потому что бывает так. Так, читайте, пожалуйста. Так, читайте, пожалуйста. А вот концовку я не расскажу. Какого осознания собственной индивидуальности, что они чувствуют, что это другое что-то и не похоже на то, что они ищут. Ну вот, по секрету вам скажу, что чаще всего поднимают руку и говорят «у меня такое же, если аудитория слабо подготовлена», то есть не умеет слушать другого. И вот когда в каком-нибудь там, ну вот у меня доводилось работа в Институте экономики и управления и права, тогда там такое упражнение походит, там лез руль, после каждого определения лез руль. То есть это люди работают так со своим мозгом. Вот дано определение словаря, мой мозг получает «это определение словаря», я смотрю в тетрадь, у меня там определение словаря, я говорю «у меня такое же». Потом, начиная сравнивать, не бывает, что вообще ни в одном блоке не совпадает, вот просто ни в одном. Но у человека, этот человек, вот он абсолютно прямо отражает такое движение мысли, что вот это же словарь, я узнал одно словарь, у меня словарь, да, словарь. Значит, они одинаковые. Это неплохо, я подчеркну, то есть просто это нормальный человек. Вот он нормальный. И чтобы нам было понятно с вами, о чем я говорю, то, что мы с вами ненормальные, в этом вообще никаких сомнений нет, ну кроме опоздавших, потому что они не подтверждали, может кто-нибудь ненормальный. Вот, что я вкладываю здесь в слова нормальный и ненормальный. Среди вас есть там какие-нибудь кандидаты в мастера спорта по легкой атлетике? Нет, да, нет, но их будет за руки. Ну вот возьмем высоту типа метр шестьдесят, не очень высоко, да, то есть там не рекорды мира. Нормально прыгать метр шестьдесят? Ну кто считает, что нормально, прыгайте. Ну вот, когда прыгните, вы поймете, нормально или ненормально. И вы будете тоже понимать, что метр шестьдесят будет прибыль, но вообще-то для людей, это не очень нормально. Это надо много заниматься и вот работать. Те задачи, которые вы решаете, там физические задачи, я говорю не с точки зрения математического решения, а с точки зрения любой проблематики, они для большинства людей ненормальные. Если вы подойдете там вот в очередь к храму, там когда-то вы приедете говорить, вы знаете, интересная такая проблема, мы сегодня изучаем их, вас медиция постараются выяснить, потому что решают, что вы какой-то человек ненормальный. Вы знаете, с физическими задачами. То есть мы с вами в этом смысле, вообще любые люди, которые пошли получать серьезное образование, они подписались, что с точки зрения большинства людей, то есть обыденных задач и привычных решений, вы собираетесь заниматься ненормальным. И когда вы будете объяснять это другим людям, вам придется тратить усилия, чтобы хотя бы дать им понять, ну в какую сторону это вы движетесь. Я уж не говорю, чтобы объяснить им суть этих решений. Ну вот, третья мысль, связанная со словарями, сегодня важная. Напомню, первая мысль была такая, что в нашей голове нет готовых определений. Вторая, что наши определения индивидуальны, и в них вообще-то вы видны как люди. И если попытаться дать десяток определений разросленным понятием, и самому на себя посмотреть, то вы увидите своеобразное зеркало своего мышления. То есть вы начнете чувствовать, что вы подчиняете какому-то алгоритму, и в этом видна ваша специфика именно выяснения, а не только речи. Но сейчас нам нужна третья мысль, и эта третья мысль такая, мы индивидуальны, но вообще-то, когда мы говорим о значениях слов, у нас, несомненно, есть общий номинал. То есть есть нечто общее во всех наших определениях. И чтобы вы это увидели, мы должны сейчас записать определение словаря, взятое из полкового словаря. То есть подчеркиваю, не научное, не какое-то сугубо лингвистическое, а вот то, что является среднестатистическим, усредненным, обобщенным определением, описывающим все типы словарей, существующих, или, по крайней мере, те типы словарей, которые представляют себе не специалисты. Нам такое примерно определение дано. Словарь — это собрание слов и устойчивых сочетаний. Собрание слов и устойчивых сочетаний. Открываем скобку. Обычно в алфавитном порядке. Скобку закрываем. Толкованием, пояснениями, или с переводом на другой язык. Здравствуйте. Обратите внимание, что когда я говорил об индивидуальности вашей в определениях, я, наверное, несколько преувеличивал вещи, потому что кроме индивидуальности есть еще ситуативность мышления, и, например, многие из вас чаще, гораздо, чем толковым словарем русско-русским, пользуются словарем, например, русско-английским или англо-русским. Правда или нет? Нет, не правда. Вы тоже уже не пользуетесь? Интернет есть. А когда вы последний раз брали в группе толковые слова? В школе. В школе. А когда последний раз брали в группе англо-русские слова? Да, вчера. Там же? Вчера. А определение из интернета это по-вашему не словари, что ли, электронные? Это очень странное представление. Вы правда верите, что словари, это как книги? Ну да, но брать руки, это... Я понял вашу мысль. Я понял вашу мысль. Но, конечно, электронные словари я тоже имею в виду, и я понимаю, что вы сейчас отчасти делаете себе работу проще, отчасти усложняете себе работу со словарями за счет использования, ну, например, электронных словарей, потому что таких полноценно больших, хороших электронных словарей на русском языке пока еще нет, чтобы, ну, можно было там сравниться с английским дизаурусом, то есть тем, как сделаны электронные слова английского языка. Ну, не так сейчас принципиально, принципиально другое, что слово перевод вот в обобщенном определении появилось, а в ваших определениях вполне вероятно появлялось значительно реже. Хотя, если бы вас попросили на уроке английского языка сформулировать, что такое словарь, или задали вам вопрос, зачем вы пользуетесь словарем, то у вас бы идея перевода выходила на первый план. То есть ситуативность в определениях, она тоже очень важна, и мы об этом позже будем в несколько других разворотах говорить. Сейчас нам важно, чтобы вы увидели, что ваше определение, сколько индивидуальным оно ни было, оно хорошо вписывается в обобщенное. Посмотрите, пожалуйста, на это и проверите, что оно вписывается, что вы не вырываетесь из него. Если вдруг окажется, что вы вырываетесь, значит, вы на другом языке живы. Понимаете? То есть вот эта специфика словарная, словарная. И вообще-то это один из важных ответов, зачем мы пользуемся словарями, важных ответов внутри культуры речи. Потому что мы очень часто пользуемся словарями, когда нам кажется, что мы не знаем слово. Но наше сознание так устроено, что нам обычно кажется, что мы знаем все слова. Даже когда мы их не знаем, наш мозг так приучен, он когда читает текст, он нам не сообщает, я не знаю этого слова, я не знаю этого слова. А он говорит, ладно, понял. Да ладно, понял. То есть он примерно так и говорит, и мы так читаем на разных языках, не только на русском. Но самое интересное, что и на русском мы читаем так же. Мы ждем этого сигнала, да ладно, понял, это ворачиваемся в стране. Причем мы иногда даже можем себе ответить, что мы ее не прочитаем. Но что-то можно, и все равно у нас в главе происходит. Так вот, сейчас мы с вами видим, что обобщенные эти значения в сравнении с нашими, они нам о нас рассказывают больше. Они нам много рассказывают и о другом человеке. Вот, например, когда я скажу в словаре «химик – это специальность». Здесь много людей с фамилии. Химик – это специальность. Вот когда ученый-химик открывает слова «рожек», было изданное в Советском Союзе, и на слове «натрия» читает «химический элемент металл» – все. То он думает, что над ним издеваются. Пока он не поймет, что раз так написано в усредненном среднестатистическом определении «натрия», это означает, что большинство людей, говорящих по-русски, когда им говорят «натрий», они знают, что это название химического элемента кажется металлом. Больше не знают ничего. Кстати, в современном толковом словаре «натрия» написано больше. То есть, наши знания о химии за последние 30 лет они преобразовались. И сегодня мы знаем еще, что это мягкий металл, мы знаем, что он серебристого цвета, там что-то какое написано. Не знаете? Но я плохо учился в школе, тем более по химии, и, соответственно, и даже если даже я помню, что натрий можно кинуть в воду, и это прикольно получается, что он быстро окестряется, режется ножом. То есть, если даже я это помню из своей школы, то значит, вообще это помнит большое количество людей. То есть, примерно что-то такое. Нет? Вы не помните? Нет. Но вы просто много знаете по физике, у вас вычислено все остальное. Вот. А я не изучал, у меня что-то осталось в голове. Да. Внимание. Внимание. Уловили эти две мысли, или они показались слишком тонкими? Первое. Сравнивая свои определения со словарными, видишь себя. Второе. Сравнивая свои определения со словарными, особенно когда речь идет о твоей специальности, ты начинаешь понимать, что знают другие люди из произносимых тобой слов. Примерно. И за счет этого можешь управлять своей речью потому что будешь чувствовать, где ты произносишь вроде бы обычные слова, люди вроде бы тебе кивают, что да, я понял, а на самом деле они не поняли того, что ты говоришь. И ты, когда начнешь это разъяснять, они обрадуются. Потому что наш мозг обладает вот этой познавательной радостью. Когда я показываю, что ты не понимал, что это делали легко, не назойливо, не по принципу понял, да, ну-ка, объясни, это вот это. Так мозг, конечно, не обрадуется. Но... Здравствуйте. Все-таки должен еще раз про опоздавших, можно сказать. В дополнение к вышесказанным вещам, входя, опоздавший, не здоровайтесь, не отвлекайте от занятия, верхнюю одежду снимайте за пределами аудитории, потому что такое коллективное раздевание можно, конечно, снять на камеру и повеселить знакомых, но для этого специально договоримся, включим камеру, все это надеваться, раздеваться, пять дуглей, вот так и назовем, русский язык, не успеем, нормально получится. Но в целом, пожалуйста, одежда в руках, если нужно, одежда и пошли, и заранее знайте, сколько вас в аудитории, не складывайте вот на ближние парты, сразу назад уносите, чтобы поудобнее было. Ну, ладно, про не здороваться, услышать, да, каждое ваше приветствие, это значит, я должен отвлечься, поздороваться, разрешить, а это не всегда удобнее. Еще вот по поводу разговоров по аудитории, тут тоже прикольно, есть замечание, что наш мозг так устроен, мне и я придумал, правда так. Когда кто-то говорит, нам хочется говорить в ответ. Можно даже проследить, но уж не на моем занятии, потому что я рассказал, будет нечестно, но вы послушайте, когда у вас любой другой преподаватель ведет предмет, где он разговаривает, вы услышите, что пока он молчит, и вы молчите. Как только он говорит, автоматом начинает разговаривать в аудитории. Это очень смешно наблюдать, потому что люди это инстинктивно совершенно делают, они не пережидают пауз, просто он замолчал, а не замолчает. Он говорит, не думает. Это очень смешно. Поэтому старайтесь не поддаваться этим колебаниям воздуха, а старайтесь их воспринимать как колебания мыслей, и когда вы начинаете болтать, вы тем самым сигнализируете мне не физиологическую подчиненность моей речи, а подчиненность мысли. То есть, если вы заболтали, значит, я буду знать, я что-то плохо объяснил, надо людей исполнить и сказать, что не поняли, то я сейчас объясню. Тогда мне будет удобнее. Ну вот, вернемся к понятным вещам. В культуре речи слова речи чрезвычайно важны для того, чтобы приучить мозг людей к сигналам, звоночкам, когда тебе непонятны слова. Я уже сказал, что мы обратно, наоборот, обратно все воспринимаем. То есть, мы речь стараемся понять, даже если нам что-то там не знакомо. И это хороший нормальный процесс. Но он нормальный и не критический. Потому что мы вообще-то поймем, но у нас нет механизма перепроверки, правильно ли мы поняли. Понятно? То есть, мы не можем понять, точнее можем, но крайне редко это делаем, остановить кого-то, кто нам что-то объясняет, и сказать, давайте уточним, правильно ли я понял. Первое так-то, второе так-то, третье так-то. Правильно понял? Продолжайте, пожалуйста. Это крайне редкая схема, она возможна только при общении старшего с младшим, или там главного с подчиненным. В обратную сторону крайне редко. Ну, только в армии там есть всякие вещи, типа подтвердите понимание. И человек должен подтвердить, что он понял приказ. Но, и то там, это часто становится комическим явлением, потому что не совсем ясно остается, повтор это подтверждение понимания или нет. Потому что повторить человек может, а вот понять, это не один и тот же процесс. Ну, так вот, я сейчас покажу вам на одном примере, буквально, чтобы вы понимали, что то, что я говорю, не выдумано мной ради шутки. Вот есть такое всем нам известное, если кто-то неизвестно, поднимайте руку и говорите ни разу в жизни не слышал слово «долина». Слышали? Более того, я почти уверен, что многие из вас ее употребляли, не ее, а это слово употребляли. Да? То есть, что мы это слово употребляли. Оно нам известно. Но я тут это для себя понял, что я не знаю значение слова «долина». Ну, просто вот так, что-то он слышал, какой-то высказывает, и думаю, оп, не знаю. Ну, я подумал, что это такое, проверил себя по словарю и понял, что правда не знал. И после этого стал студентов спрашивать на разных факультетах, знают ли они, что такое «долина». Кто знает, поднимите руку, расскажите. Это низменность. Еще кто знает, что. вот так же, географический объект, низменность, допустим, между холмами или горами. Низменность между холмами, горами. Очень мало пока рассказали. Да, бывает еще доли, до реки, где-то, между горами как раз плоскость. поменяйте на что-нибудь слово «плоскость». Яма. Равнина, кто-то сказал. Не надо, перпендикуляция. А тут придется вот так уже строить. Равнина, это уже лучше. А теперь, вот вы хорошо употребили словосочетание «долина реки», а теперь расскажите, что это такое. Я нарисовать могу. Когда вы рисуете вот так, это не оно. Вообще, вы много уже собрали, хватило чуть-чуть. А расскажите мне, там лес или трава? Трава. Трава скорее. Да? А может это быть пустыня? Нет. Когда говоришь «долина», сразу какое-то живописное место представляется. Живописное место представляется. Это не глобус. Хотя пустыня тоже живописная сказали для людей, которые я не буду вас мучить, ведь у меня нет задачи всем вам объяснить, что такое долина. Я просто знаю, что это такое, потому что посмотрел в словарях и справочниках. И я знаю, что вообще-то долина это равнина вдоль реки. Равнина вдоль реки. Горы вообще ни при чем. Хотя, несомненно, очень часто под горой есть река в низменности и место под горой часто называется долиной. Но долина она, потому что это берег вдоль реки равнинный. Понятно? То есть, вот он идет. Отсюда и название долина, что он вдоль реки. В общем, разъяснили и поняли, что в мозге у нас было не вполне полное представление об этом. И у нас есть здесь разные настояний. Я бы мог у вас спросить, что такое лощина. Знаете такое слово лощина? Ну вот это свежего гормона. Ну да, лощина это тоже как бы долина, только не долина. Это холмистая место в горы веке. То есть, это тоже географическое понятие. Есть еще лощина у геологов, там это другое понятие, оно там терминологизировано, и там лощина это расщелина в горах. Вот эти два понятия, они у нас в мозге как-то конкурируют, потому что, когда мы говорим, лощина, мы то лес какой-то представляем, не знаем уж откуда, видимо, сравниваем с геологическим лещина, а может быть, представляем вот ущелье, хотя это не связано с лощином. В общем, тут много получается интересного, но обратите внимание, что несомненно, многие из вас слышали о фильме «Сонная лощина», и вообще об этой истории, о мультике, а кто-то даже знает, что это место в Нью-Йорке, там и прочее, прочее, то есть, что-то знаем про сонную лощину. Но при этом, что такое лощина, у нас в голове как будто не прописано, а мозг нам не сигнализирует, это просто. У нас много гор на Урале, но у нас как-то так устроены реки, что одним, что рек мы здесь, видимо, не знаем, а мы редко пользуемся словом «долина». Если мы будем двигаться в сторону юга России или в сторону Сибири, там у нас долины могут появляться. И, может быть, люди там знают, я там не преподавал, и я не знаю, если там задашь, может, там все поднимают руку и говорят, «Это долина, это вот, реки у нас, оттуда до сюда вот эти долины». Может, это и так. Понятная мысль? Итак, с точки зрения культуры речи. Важно пользоваться словарем не только в то время, когда вы отчетливо видите, что вы не знаете слово, но важно проверять по словарю свои, себя, вот как бы вот ваше определение в сопоставлении с другим. Видите ли, есть часто ощущение, что словарь умнее нас. Это не так. Словарь, он среднестатистический, он обобщенные знания дает. Если мы говорим о толковом словаре, может оказаться, что в своей специальности мы знаем намного больше, чем там написано. Но это-то и означает, что когда ты начнешь говорить с другими, то помни об этом, что когда ты употребляешь некое слово, то у тебя за ним 10 лет изучения, а у других-то нет. Значит, надо им что-то про это рассказывать и объяснять. И в обратную сторону надо чувствовать, когда тебе произнесли слово вроде бы известное, то есть оно не незнакомое, но мозг должен тебе сигнализировать, что о, я не до конца знаю, надо переспросить, что человек имеет в виду. Иногда выявится, что человек сам не знает. Значит, вы будете знать, как относиться к информации, поступающей от этого человека, что ее надо всегда перепроверять. А может быть он объяснит или по крайней мере объяснит, как он понял или перескажет другими словами. И у вас уже будет возможность и этого человека понять, и себя, и само понятие. И это очень важно. Ну ладно, у нас следующая мысль такая. Словарная статья это сложная информационная порта. Словарная статья это сложная информационная порта. Когда человек бегло читает словарь, он обычно понимает там порядка 30% информации. Крайне редко больше. Если этот человек хорошо подготовленный и читает словарь внимательно, то он обычно читает где-то 70% словарь. информационная информация. До 100% читает только человек, если он большой занудок и если он специально обучен это читать. Потому что иначе 100% словаря очень трудно извлекать, надо прямо учиться этому. Очень опасно читать только 30%. Потому что... Вообще это нормально, мы все обычно так и читаем. Но опасно, потому что можно не дочитать существенного. Ну вот у меня не раз случались какие-то казусы, я может быть вам уже на лекции рассказывал про такие казусы, когда прибегает какой-нибудь студент и говорит, вы нас учили, что так неправильно, я в словаре нашел так, есть такое ударение, можно так говорить. Понятная, да, вещь? Я говорю, в каком словаре? Он говорит, в арфаэпическом, который, в конце этого. Я говорю, ну ладно, неси слова. С этим словом я не боюсь, потому что я точно знаю, что там написано в словаре. Там написано вот так. То есть там стоит запретительная помета, восклицательный знак, как знак начала запретительных помет, помета неправильно, дальше это. Когда человек читает 30% информации, то наш мозг выхватывает то, что хочет, а окружение не смотрит. И от этого возможны существенные ошибки. Вот как в данном случае, хотя, может быть, вам может казаться, что с вами бы такого никогда не произошло. Но если вы откроете арфаэпические словари, посмотрите, какими шрифтами все это набрано, то вы увидите, что действительно просмотреть вот это при беглом просмотре весьма легко. Тем более, что сама помета может стоять за две строчки от неправильного варианта, потому что там может целый ряд неправильных вариантов идти, взгляд не ухватит исходный оператор. Но чтобы еще раз вам показать вот эти 70%, 30%, 100%, я приведу вам грамматическую помету одну из самых распространенных толковых словаря. Это помета дефис а, запятая, м точка. Я не ошибаюсь, кроме того, набирается курсивом, но в данном случае это непринципиально. Что это означает? Это грамматическая помета в толковом словаре. Вот расскажите еще немножко о кончании, о склонении. Пока вы не добрали до 30% информации, хотя вы идете в хорошую сторону. Может, при множественном числе, я понимаю. Вот при множественном это 30% и остальное в минус 70%, потому что это неправильное понимание. Вот когда было сказано склонение, это было правильное направление, только не была названа форма. Род. Род-то все ведь узнали, да? То есть, род узнали, это уже очень хорошо. Это традиционная ошибка, которую вы допустили, принятие за окончание множественного числа. А это на самом деле окончание какой формы? Родительного падежа какого числа? Единственного числа. Вот это и есть 70% информации. Когда ты из этой пометы знаешь, что это окончание родительного падежа единственного числа, а это мужской род. И этого в целом достаточно, чтобы понимать слова. Но вообще-то 100% информации будут выглядеть так, что перед нами имя существительное, что оно второго склонения и что оно мужского рода. Разница между тем, что это родительный поддержь единственного числа и мужской рода и вот этим, она небольшая. Просто я это подробнее знаю и могу это объяснять и расшифровывать. Но человек даже интеллективно понимает, что если род указан, то постоянный род у русских частей речи только у существительного. Ни у каких других частей речи нет постоянного рода. Как только указан род постоянный и родительный падеж единственного числа, значит, перед нами существительное. Родительный падеж нам указывается, потому что по нему можно определить склонение. Для второго склонения достаточно одного этого окончания, поэтому я и привел тут окончание. Для первого и третьего склонения надо сравнивать с именительным падежом. То есть именительный плюс родительный по ним можно всегда определить. Понятное? понятно должно быть вам и то, что, как я уже сказал, читать 100% информации в словаре дело занудное, может быть не всегда нужное, но нам с вами в рамках предмета это положено сделать. Мы делать это будем коротко, следующее занятие и уже через одно мы должны написать небольшую самостоятельную работу. То есть в следующий раз поучимся этому, выполним этот анализ словарной статьи, мы будем всего один словарь рассматривать. И понятно, что это не предполагает, что вы все-все словари сразу все поняли. Нет, просто потратим два часа таких занятий на то, чтобы вы взяв словарь в руки, когда вам нужно что-то там вычитать и вы чувствуете, что вы не добрали оттуда информации, вы умели приложить усилия прочитать вступительную статью в словаре и все там понять занудно вот так и уже знать, что вот теперь вы поняли абсолютно все, что здесь сказано. То есть мы на одном словаре потренируемся и будем считать, что у вас есть знание потенциала информации, хранящейся в словаре. То есть что оттуда вообще-то можно вычитывать. Сейчас нам нужно записать план анализа словарной статьи. мы будем пользоваться на следующем занятии и потом вы будете, если его забудете, пользоваться именно самостоятельной работе, поэтому старайтесь записать его чисто и так, чтобы было удобно с ним работать. Пункт первый. Выписать заглавное слово. пункт второй. Выписать грамматические пометы и объяснить их. Пункт третий. Выписать лексические значения. Указать тип толкований. Скобку откройте. Через отсылку к мотивирующему слову. Второй тип толкования. Через синоним. Через отсылку к мотивирующему слову. Через синоним. И третий тип последний. Через объяснение. Скобку закрыли. Определить однозначное слово или многозначное. Тут же это третье. Определить однозначное слово или многозначное. Четвертый пункт. Выписать стилистические пометы и объяснить их. Орфоэпическое справка. Орфоэпическое справка. то есть информация о произношении слову. Шестой пункт. Орфографическая справка. Орфоэп право. Орфографическая справка. седьмой пункт. в идее вата называется дополнительная лексикографическая информация. Лексикография это наука о составлении словарей. Дополнительная лексикографическая информация. здесь три бакфункта АВВ они очень простые. А это примеры употребления в фразеологизма. В происхождение слова. Для того, чтобы вам легче было работать на следующем занятии и готовиться к самостоятельной, о которой я говорил, вам нужно почитать вступительную статью в толковый словарь Ружикова-Шведовый. Запишите, пожалуйста, это ваше домашнее задание. Прочитать вступительную статью в толковый словарь русского языка Ожегова-Шведовый. Обратите внимание, обязательно обе фамилии на обложке. Толковый словарь русского языка Ожегова-Шведовый. Сергея Ивановича Ожегова нет в живых уже много лет, порядка сорока. Наталья Юрьевна Шведова, его ученица, к сожалению, тоже никак давно ушла из жизни, но на протяжении многих лет именно она руководила созданием этого словаря, который назывался словарь Ожегова и с 90-х годов обе фамилии уже стояли на обложке, хотя по большому счету это был словарь Шведовый, а не словарь Ожегова-Шведовый. И этим словарем мы сегодня пользуемся. Что читать во вступительной статье? Самое главное вычитать, какие слова помещены в словарь, а какие не помещены и почему. какие слова включены в словарь, какие не включены и почему. Очень надеюсь, что те из вас, кто хочет написать самостоятельную работу быстро и без проблем, вдумаются в значение стилистических пометок, потому что опять мы здесь от мозга легко получаем сигнал по принципу раз я понимаю, что за слово здесь сокращено, то я понимаю помету. Это не так. Если ты понимаешь, что у старых устарелые, это не значит, что ты понимаешь, какие устарелые слова сюда включены и как ими пользоваться рекомендуют слова. А он это делает. Соответственно, нужно понять, что стоит за пометами. Специальные, разговорные, устарелые. И это означает не то, что надо их расшифровать, а то, что надо понять, как они влияют на стилистику употребления слова. На то, в каких стилях слово работает, в каких нет. Отдельно сразу же скажу, что я это домашнее задание никак не собираюсь проверять. То есть, не буду устраивать опрос, осмотреть конспекты или еще что-нибудь такое. Вы можете всю скопировать себе словарную статью и надеяться, что потом вы ее когда-нибудь почитаете. Это все ваше дело. Вопрос будет только в одном, что всякая самостоятельная у нас по словарной работе, она 15-минутная во времени. Всем можно будет пользоваться, хоть компьютеры, чем угодно, но у вас будет 15-минутный анализ двух слов. Этого вполне достаточно, если вы процентов на 70 понимаете, что там написано. Если не понимаете, этого недостаточно, и чем больше вы будете рыться в словарях, справочниках, пособиях, компьютерах и тетрадях, тем больше времени потратите и тем меньше вы выполните. А эта самостоятельная, она легкая вообще-то и короткая, но логика ее такая. Она оценивается, если я правильно помню, из 10 баллов. Набрали 5, все, зачет, спокойно идете к финалу с этим результатом. Набрали меньше 5 баллов, это значит, вы на зачете получаете дополнительный вопрос по словарям. Дополнительный вопрос по словарям на зачете выглядит так. А вот это вот чего тут значит? Ой, не знаю, недочет, до свидания. То есть там я показываю буквально одну вещь, человек или ответил, или не ответил, или если не ответил, то вот и все поговорили, ходите на передачу. И это неудобно, в первую очередь, мне, я исповедую такой принцип, не мешайте преподавателю поставить вам зачет. И вот это не мешайте, это и предполагает, что вы немножко готовитесь к своему времени. И тогда мне гораздо легче, и я не создам вам проблем, а вы мне. Потому что столько должников, сколько может обеспечить и СФАК четвертого курса, это огромная проблема для преподавателя, поэтому старайтесь не создавать. Сейчас у нас пятиминутный перерыв, после чего мы еще немножко говорим о словарях, мы можем уже готовить двойные дискошки и их дам. Спасибо. Спасибо.